На сегодня то, что мы зафиксировали, это розничная продажа алкогольной продукции. Поэтому, безусловно, это вы прекращаете, как вы сейчас говорите. Да, да. Ну вот мы сегодня и последний день не должны были это. Ну, значит, это последний день будет. Немалый штраф грозит хозяйке торгового павильона за несанкционированную продажу алкоголя. Кроме того, товар арестуют. В нестационарных торговых объектах запрещена реализация спиртного. Предприниматель хорошо знает закон, однако не первый раз его нарушает. При оказании услуг общественного питания в НТО допускают продажу некоторых видов алкоголя. Поэтому бумажка с надписью «Бар» была основным аргументом. Да, должна быть барная стойка по ГОСТу, как минимум наличие либо стоячих, либо сидячих мест и так далее. Но здесь этого в принципе не предполагается. Поэтому, еще раз повторюсь, просто наклеить бумажку – это не означает, что ты стал общепитым заведением. Это розничная продажа в НТО. По словам Вадима Кирпичникова, с начала года в нашем городе выявили 14 подобных нарушений. Мало того, напомню, что по федеральному законодательству у нас в общепите запрещена розничная продажа табачных изделий. Например, если это вдруг все-таки хозяин докажет в суде, если пойдет в суд, что это общепит. Поэтому, еще раз повторюсь, здесь все признаки розничной продажи, непродажи через общепит и соответствующие документы и протокол будут оформлены. К организации торговли алкоголем относится не только наличие документов и соблюдение временного режима, но и место, где реализуют такой товар. За нарушение требований и правил розничной продажи спиртного физическим лицам грозит штраф от 20 до 40 тысяч рублей, юридическим – от 100 до 300 тысяч.